Как обратить плохую ситуацию в хорошую? Или как найти Бога в ситуации, несмотря на то, что ситуация остается плохой? Такова наша тема. Хотите ли вы услышать слово об этом? Кто из вас недавно попадал в аварию? Некоторое время назад я спросил аудиторию, кого из вас когда-либо ранили из огнестрельного оружия. Пять человек подняли руки. У нас здесь крутое собрание. Один брат сказал, что пуля все еще находится в нем. Его ранили, когда ему было 16, а сейчас ему 40. Пуля все еще в нем, и он привык к ней. Итак, как в плохой ситуации найти Бога? Такова наша тема. Странная вещь произошла на встрече пасторов. Пастор Кен Фаерс из Майами, из Флориды, где много ядовитых змей. Он прилетел к нам, проповедовал в среду вечером замечательную проповедь. Он был благословением для нас. Затем мы все вместе отправились навстречу пасторов. И ранним утром пастор Кен прогуливался, и ядовитая змея, щитомордник, укусила его в ногу. Ему стало очень плохо. Его привезли в больницу, где ему оказали помощь. Вокруг этой истории было так много шуток. Мы все много шутили с ним. Его привезли на последнюю сессию в кресле, и мы все возрадовались. Мы купили ему пару противозмеиных ковбойских сапог. Воспитывая своих сыновей, он всегда говорил, всегда будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Вот он лежит в больнице, в Бронксе, и получает СМС от своих сыновей. Папа, всегда будь внимателен к тому, что происходит вокруг тебя. У нас было очень хорошее время. Давайте посмотрим вместе книгу из Сусанави на 7 глава. Вы все читаете Библии. Когда вы пришли в нашу церковь, мало-помалу вы будете познавать Библию, что, с моей точки зрения, огромное благословение для вас. Когда вы начинаете читать вашу Библию, Бог начинает говорить с вами. Это происходит мало-помалу, и вы возрастаете в мудрости, находясь в смирении и доверяя. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего. Бог воплотился во Христа и пришел. Потому что мы очень глупы и грешны, отделены от Бога и легко попадаем в разные проблемы. Вы сами можете прочитать всю эту главу, 7 главу Иисуса Навина. Мы видим с вами, что Господь сказал своему народу, чтобы они ничего не брали себе из Иерихона, ибо все, что в нем заклято. Один человек, Ахан, не мог устоять. Он взял себе синарскую одежду, серебро и золото, и Иисус Навин произвел над ним суд, и его побили камнями за то, что он навлек беду на народ в долине Ахор. 26 стих. «И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сегодня. После сего утихла ярость гнева Господня, посему то место называется долиною Ахор даже до сегодня». Долина Ахор – нехорошее место, место суда. Там находилась большая груда камней, под которой были виновные. Давайте мы с вами перейдем в книгу Осии. Осии, первая глава, второй стих. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии, «Иди, возьми себе жену-блудницу, возьми себе жену-блудницу». Эта женщина зарабатывала деньги проституцией. Как же святому человеку Божьему взять такую женщину? Бог говорит, «Это Израиль и я, святой Бог. Мой народ полностью предался сексуальному распутству». Они спят с женами друг друга, ходят к идолам, исполняя желания своего сердца. Второй стих. «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Вот картина человеческого сердца. И в этом сердце большая дыра. Сердце человека – неудовлетворенное сердце. В этом сердце есть страстные желания. У нас есть много желаний. Некоторые из них естественные, нормальные, понятные из-за того, что мы были сотворены так. В этой истории народ отступил от Бога и последовал за своими любовниками. Вторая глава, седьмой стих. И погонится за любовниками своими. Итак, есть много желаний, и также есть много любовников. Желания человека не всегда неправильные. Например, я одинокая женщина, и я хочу выйти замуж. Мы понимаем это, понимаем желание иметь семью. Другой человек имеет желание иметь дом, работу, хорошее здоровье и не болеть. Много желаний. Проблема в том, что если мы не живем в новом сердце, наши желания эгоистичны. Все наши желания направлены к нам. Такова природа человека. У Израиля много любовников. В книге Осия блудница гоняется за своими любовниками, но не может догнать их. Вторая глава, седьмой стих. И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет. Они недосягаемы для нее, или Бог не позволяет ей догнать их. Мы все хотим понять, как же это работает. Я желаю определенных вещей, и когда я получаю их, я обнаруживаю пустоту в своем сердце. Тогда я начинаю гоняться за другими любовниками. Если я настигаю их, то и там ничего нет. Я начинаю гоняться за следующим, но и там нет ничего. В то же самое время я не получаю то, в чем я действительно нуждаюсь. У нас есть желание. Это то, что мы хотим. Желание нашего человеческого сердца. Но я не могу найти того, что мне нужно. Вот что произошло с Израилем. Седьмой стих. Но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, «Пойду я, и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Да, действительно. Мы следовали за своими желаниями, но очутились в плохой ситуации. Затем мы сказали, «Возвращусь к первому мужу, потому что тогда было мне лучше». Невероятно, насколько неудовлетворенными людьми мы можем быть. Сердце человека постоянно ищет чего-то. Мое сердце. Восьмой стих. «А не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана вала, Ваал – это имя идола, за которым последовал народ Израиля. Причина, по которой было такое поклонение Ваалу в Израиле, потому что оно было связано с сексуальной активностью. Сексуальная активность в нашей стране возрастает невероятным образом, в нашей культуре. Бери, что хочешь, а об ответственности никто не говорит, потому что человек жаждет только удовольствия. Гоняйся. И догонишь. Возьми, что хочешь. Это твое желание, твое право, поэтому ищи и получи. Ты можешь восполнить свои желания. Народ Израиля так и делал, но не понимал, сколько всего Бог уже дал Израилю. Израиль не понимал, насколько он был благословен в своем процветании. Наша страна похожа на него. У нас есть столько всего, но мы не осознаем этого. Но гоняемся за многими вещами, исходящими из нашего сердца с огромной дырой. Все это мелочь, которая не может заполнить дыру в моем сердце. Итак, это предисловие для нашего, для нашей проповеди. Девятый стих. «Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее». Бог будет разбираться со своим народом, отнимет у нее все эти вещи, и наступит бедность в Израиле. Все это он сделает для того, чтобы привлечь Израиль к себе. Он желает, чтобы он обнаружил то, кто есть Бог. Думаю, что это общая картина жизни. Мы верим в Бога, но следуем за желаниями своего сердца. 14 стих. «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее». «Я увлеку Израиля в пустыню, и буду говорить слова утешения. Я не буду судить его, но возлюблю его. Дам ему благодать, дам ему новое начало и новое сердце». Иезекииля 36. 26 говорит об этом. 15 стих. «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор». Что это за долина Ахор? Это та долина, в которой была побита камнями вся семья Ахана. Итак, дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор. в преддверии надежды. В преддверии надежды. Змея ужалила нашего пастора. Странно, правда? Мы говорим об этом сегодня в проповеди. Так произошло с апостолом Павлом, когда они спаслись от кораблекрушения, когда они спаслись на сушу, они разожгли костер. Павел собирал сухие ветки, и из них выползла Ехидна и укусила его в руку. Змея повисла на его руке, и он стряхнул ее в огонь. Не было никакого воспаления, и он не умер. Люди, сидевшие у костра, видели это, и они были поражены. Сначала они подумали, «О, верно, этот человек-убийца, когда его, спасшегося от моря, Божий суд не оставляет жить». Но Павел сбросил змею в огонь, и никаких проблем. Вам и мне нужно понимать, что даже в долине Ахор есть дверь надежды. там, где есть суд, всегда присутствует милость. Всегда. 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 У пастора Кена было воспаление. Его отвезли в больницу. В тот вечер, когда его привезли на общение пасторов, он поделился с нами тем, что пастор не обязательно должен быть сильным, но также и слабым, чтобы найти Божью силу в слабости. Я попадаю в плохую ситуацию и понимаю, что эта ситуация не определяет мою жизнь. Бог говорит, «Я даю тебе долину Ахор», хотя это долина ужаса. Эта долина будет дверью надежды для тебя. Крест Христа проходит через долину Ахор и изменяет ее. Христос в вашей жизни может изменить любую ситуацию. И, имея Духа Божия, мы живем в новом сердце. Это сердце не имеет в себе дыры. я дам вам новое сердце и новый дух. Долина Ахор или укус змеи станет для вас дверью, говорит Господь. Погодите-ка, долина Ахор станет для нас дверью? что это такое дверь? Вот плохая ситуация. Но в этой ситуации есть дверь. если человек находится в тюрьме, он заключен, там нет двери, дверь закрыта. Я раб и не могу выбраться из Египта. Для меня нет двери. Но погодите-ка, есть дверь? Есть дверь? Когда Ноэ построил свой ковчег, Господь затворил дверь. И в ковчеге не было окон, кроме того, которое смотрит на небо. Когда Бог закрывает дверь, Он открывает окно. если приходит трагедия, обязательно должна быть там дверь. Таково значение нашей новой жизни. Бог в нашей жизни. И у Него всегда есть дверь. У нас всегда будет дверь, потому что с нами Бог. сердце израиля тянется за странными вещами. Потому что оно находится в тюрьме. Мое ветхое сердце, в котором все обо мне, все о моей жизни, это очень маленький мир. Но Иисус пришел, чтобы все в моей жизни стало о Боге. Женщина в книге Осия гоняется за со своими любовниками и не может догнать. Она спит с одним и думает, как бы найти другого. Там нет никакой двери, но только тюрьма моего эго и моей похоти. Но Иисус Христос пришел, и этого не было все о Нем, но все было о Его Отце. Я всегда делаю то, что делает мой Отец. Я пришел, чтобы явить Его в этом мире. Я пришел, чтобы прославить Его. Отче, не моя воля, но Твоя да будет. Эта молитва отличается от слов Адама, который говорит, моя воля, моя жизнь, мои желания. Будьте осторожны в том, как Вы восполняете свои нужды. Я прочту Вам сейчас одну ссылку. шаги процесса исполнения желаний. Человек позволяет себе что-то желать. «Я желаю». Человек женат, но вот он видит другую женщину. Он смотрит на нее второй раз, затем третий, и рождается желание в нем. Это желание становится доминирующей мыслью. он обнаруживает, что он уже ненамеренно думает об этом. Он начинает мечтать и видеть сны об этом. Это становится в его жизни управляющей страстью. Он начинает разрабатывать план, как получить это. Я думаю, что это касается не только взаимоотношений мужчины и женщины, но эта истина также в отношении бизнеса, работы, дома, работы, детей, семьи. Эти вещи не обязательно неправильные. Это просто желание, но они земные. Они могут стать очень сильными, доминирующими в душе человека. я хочу сказать вам, чтобы вы были осторожны с этим. Будьте осторожны с этим, потому что это совсем другой путь. У нас с вами есть новое сердце, которое желает Божьих вещей, желает Бога, желает истины, желает невидимых вещей. Мы помышляем о горних вещах, о настоящих вещах. Мы, пасторы, собрались все вместе, мы общались два дня, и мы поняли, насколько мы любим то, что делаем. Нам нравится говорить о духовных вещах и думать о них. Нам нравится желание, которое Бог вкладывает в наши сердца, чтобы ходить с Ним, найти Его волю в нашей жизни и послужить. У вас все это есть, потому что вы были рождены свыше. Вы можете питать желание к Богу. И именно этим мы занимаемся сегодня утром. Вы слушаете Библию, мы говорим, что даже долина ужасов, Ахор, становится дверью надежды, потому что новое сердце определяет для нас наш мир. Тюрьма это не конец мира. Я узник Господа, говорит Павел. Погоди-ка, Павел, ты хотел сказать, что ты узник Римской империи? Нет, я узник Господа. Мы возрадовались вчера, когда услышали об освобождении пастора из турецкой тюрьмы. Он приехал домой, и мы радуемся с ним. Когда происходит что-то хорошее и благочестивое, мы радуемся этому. Его спросили, каков ваш следующий шаг? Он ответил, мы будем молиться семьей и искать Божью волю для нас. Вы слышали это? Мы хотим знать волю Божью для нас. Меня может ужалить змея на встрече пасторов. Но это становится посланием для нас, что долина Ахор превращается в дверь надежды. У нас есть послание, есть дух. У пастора Кена есть дух радости, как и у всех нас. Мы понимаем, как необычна эта ситуация, но также в нас нет никаких низких желаний, которые разочаровывают людей. Человек говорит, «Я не получил то, что хотел. Я думал, что у меня получится, но не сработало. Я так разочарован. Я наполнен разочарованием. Ничего не получилось. Я думал, что у меня получится, но не получилось. Почему? Потому что Бог там. Он говорит, «Я хочу, чтобы ты взыскал меня, верил мне, доверял мне, ходил со мной. Я наполню тебя, удовлетворю тебя, ты найдешь меня». Когда мы поймем в нашем новом сердце эти вещи, и мы будем возрастать в них и станем поклоняющимися Богу. Когда мы станем поклоняющимися Богу, мы получим мудрость для нашей повседневной жизни. Жизнь нелегкая штука. Требуется мудрость Божья для принятия решений. Мне нужна мудрость Божья, чтобы избегать ненужных вещей. Давайте еще прочитаем ссылку. мы начинаем придумывать схемы. И эти схемы подразумевают, что я буду избавляться от тех, кто стоит на моем пути. Я буду избавляться от оппозиции, потому что я хочу получить то, что хочу. Это может вести меня к краже, к обману, к убийству, может вести меня к предательству, к прелюбодеянию, или к другим вещам, чтобы исполнить свое желание. но в церкви я слышу совершенно другое послание, из другого сердца и о других желаниях. Я становлюсь внимательным к тому, что я не вижу. Мы смотрим на невидимое, потому что видимое проходит, но то, что невидимо, пребывает вечно. Что же это за невидимые вещи? Давайте назовем три. Любовь. Я могу не видеть любовь, но она здесь. Я не могу ее потрогать, но я вижу ее через вас. Я слышу о ней из Библии. Я вижу ее на кресте. Любовь невозможно купить в магазине. Я не смогу найти ее на улице. Любовь невозможно увидеть, она невидима. Следующая это радость, тоже невидимая вещь. И также мир или покой, тоже невидимая вещь. Вот так плохие ситуации обращаются в что-то хорошее. Так происходит везде, где находится Бог. Бог с нами. А если Бог за нас, кто может быть против нас? Если мы нашли Бога, мы нашли все, мы нашли то, что нам необходимо. Это не то, что я хочу, но что мне необходимо, для чего я был сотворен. У меня уже нет нужд, но есть одна нужда. У меня есть одна нужда, мне нужен любящий Бог. Кто сказал, я восполню все твои нужды, филипийцем 4. Он говорит, со мной вы можете все. Он говорит, я даю вам вместо пепла украшения. Он говорит, я искупил вас, когда вы не найдете своих любовников, приходите ко мне, и я удовлетворю вас. Осия 2.16 будет в тот день, говорит Господь, ты будешь называть меня муж мой, и не будешь более называть меня Ваали. ты назовешь меня муж мой, и не будешь называть меня господином. Бог будет нашим мужем, а не нашим господином. Он не господин, но муж наш. Муж отличается от господина. Муж полагает свою жизнь за свою жену и заботится о ней. Через некоторое время фокус на плотских желаниях в уме человека превращается в действие. Человек начинает делать ужасные шаги для достижения своей цели. Всякое преступление в этом мире исходит от желания человека, которое рождается в сердце, которое питаемо в достаточной степени, чтобы перерасти в действие. Почему люди не согрешают определенными грехами? Потому что в их сердце не было такого желания. В своем сердце они сказали, я не желаю этого, я не могу даже думать об этом. В моей жизни есть другое желание взыскать Бога, отождествляться с Ним, поклоняться Ему, доверять Ему, следовать за Ним. Когда мы так поступаем, то Бог всякой благодати может взять долину Ахор и сделать ее дверью надежды. Мы скажем, наш Бог не судит нас, Он любит нас. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Отец, мы пришли сюда, чтобы насытиться Твоим Словом, услышать Твои мысли. Мы верим Тебе. Усиливай наше желание к Тебе, чтобы наши сердца помышляли о невидимых вещах. человек может сказать, да, но, да, но. Иисус говорит, если ты отвергнешься себя, ты найдешь другую жизнь. Если ты потеряешь свою жизнь ради меня, ты найдешь другую. Мы говорим, это истина. Это истина. нас постоянно подталкивают в этом мире к жизни воплоте. Это направлено к нам через советы людей, через фильмы, через разную литературу и так далее. Но в наших сердцах мы надежно прикреплены и укоренены в вере, чтобы отвергать себя и обнаруживать жизнь, обнаруживать радость, обнаруживать покой и любовь. спасибо, Иисус. Если вы еще не начали жизнь веры и не верите в Иисуса, вы услышали это послание, Бог говорил с вами, Он говорит, придите ко Мне, поверьте в Меня, доверьтесь Мне, откройте свое сердце Мне, скажите Иисусу, Я верю в Тебя, Господь Иисус, спаси Меня, Аминь.